Политолог прокомментировал двукратное сокращение пенсии на Украине. Радиоспутник Политолог прокомментировал двукратное сокращение пенсии на Украине в 8 часов 53 минуты. Знак авторского права. EpiPhoto slash Efrem Lekatsky. Женщина торгует на улице в Киеве. Знак авторского права. EpiPhoto slash Efrem Lekatsky. На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии. В эфире радиоспутник Политолог, члену преспублики Крым Денис Батурин прокомментировал ситуацию, отметив, что без восстановления украинской экономики ситуация не улучшится. 9 февраля 2016 года, 11 часов 04 минуты Голуб, голодные грабители примета последнего времени на Украине. На Украине появились банды голодных грабителей. Преступники отбирают у своих жертв не только деньги, но и пакеты с продуктами. По мнению украинского политика Александра Голуба, это свидетельствует о крайнем обнищании населения. За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальные пенсии и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор права народа» Виктор Медведчук в статье на сайте организации. По его словам, минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза и сейчас составляет 53,2 доллара, 1497 гривен, или около 3541 рубля, тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара, 3359 гривен, или 8947 рублей. Медведчук добавил, что за пять лет в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине со 147,2 доллара, 4162 гривны, или 9847 рублей, до 65,9 доллара, 1863 гривны, или 4408 рублей. Кроме того, он подчеркивает, что с 2013 года цена на газ для населения выросла в 11,8 раза, с 725 гривен до 8550 гривен за тысячу кубометров. Причем в следующем году из-за требований кредиторов ее повысят еще дважды до 12-14 тысяч гривен за тысячу кубометров. В связи с этим Медведчук обвиняет действующие киевские власти во лжи, напоминая, что майданные лидеры обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий. Вместо того, чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны, курс начленства в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты, пишет Медведчук. Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что доход 33,9% граждан, около 14 миллиона человек, составляет меньше фактического прожиточного минимума. В эфире радио, спутник, политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин прокомментировал ситуацию. Сокращение объемов социального обеспечения при росте коммунальных тарифов и расходов населения на различные услуги — это процесс перенастройки экономики, ориентированный, прежде всего на то, чтобы Украина была способна по неким стандартам МВФ получать его кредиты. Кроме того, данную ситуацию допускает серьезный уровень теневой экономики. Когда это закончится, вопрос крайне сложный. Государство должно обратить внимание на своих граждан и обеспечить достойный уровень зарплат и пенсий официальных. А это возможно только при восстановлении украинской экономики. Все зависит от правительства, сказал Денис Батурин. 29 декабря 2018 года, 17 часов ровно мы предупреждали. Политолог о запрете на импорт украинских товаров России запретила импорт ряда украинских товаров. В эфире радио «Спутник Политолог» профессор В.Ш. Олег Матвейчев назвал подобную меру абсолютно обоснованной.